Девочка-пай Нам с тобою не позабыть Первый звонок Больше никогда не учить Школьный урок В прошлое вернуться нельзя Стали нам теперь как друзья Строгие когда-то для нас Учителя Последний звонок Новый урок готовит нам жизнь Впереди Последний звонок И школьный урок Остались уже позади Последний звонок И жизнь и урок Нас ждет впереди Больше никогда не играть В школьном дворе Белым-белым нам не писать Выйдя к доске Это было только вчера Но сейчас другая пора И на завтра взрослая жизнь Встретит тебя Последний звонок И школьный урок Остались уже позади Последний звонок И жизнь и урок Нас ждет впереди Последний звонок И жизнь и урок Нас ждет впереди Последний звонок И школьный урок Остались уже позади Последний звонок И жизнь и урок И школьный урок И урок Остались уже позади Последний звонок И жизнь и урок Нас ждет впереди Добрый вечер И с удовольствием предоставляю слово для зачитания приказа Татьяне Николаевне Вы знаете, у нас сегодня такой замечательный вечер Вообще наши выпускные необыкновенные Потому что это праздник не только выпускников, не только учащихся 11-9 класса А это праздник всех Поэтому я вас всех, мальчишки, поздравляю всем, что для вас началось лето Что закончился учебный год Что вы уже все догнулись облегчением Все позади И оценки, и контрольные, и зачеты С праздником вас всех Уже без зачтения приказа Вручить свидетельство о базовом образовании Евсееву Александру Алексеевичу Вручается свидетельство о базовом образовании Первый важнейший документ И позвольте вам сказать Я практически не верю за близких паров АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать, что этот молодой человек получил и благодарность Именно за добросовестный, настойчивый, серьезный труд. Поздравляю. Многие жду Юрия Михайловича. Знаете, что приятно, ребята? Когда обсуждался этот вопрос на педсовете, очень большое участие в обсуждении, между прочим, моему удовольствию, это было не часто, это может быть первый раз так серьезно, в участие приняли воспитатели, слава мальчиков, и, между прочим, их точка зрения и точка зрения... Ребята, мы иногда подшучивали, мы иногда подшучивали, я надеюсь, он на меня не обидится, а мы говорили, дважды шлейков школы Бейс-Огорода. Почему мы так говорили, вы знаете? Да. Да. Так вот, если можно привести пример человека, который приехал к нам в девятый класс одним, менялся буквально на глазах и окончил так, что аттестат свидетельствовал в руках держать. Приятно? Это Геннадий. Я благодарна, ты знаешь, слышал, да? Григоровичу Дмитриеву Валерьеву. Теперь плеяда наших одиннадцатиклассников, которых мы уже просто выпускаем в жизнь. Я с большим удовольствием выручаю аттестат о среднем образовании и, честное слово, его можно показывать людям Роман Спичок. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 в которых воспитатели и учителя привели пример Дорожкина Александровича. Шестерки, семерки, восьмерки. А вот сейчас я делаю то, что я делаю еще с удовольствием, но еще с большим особым, я хочу вручить аттестат Дмитрию Васильевскому. Это мой постоянный оппонент на совещаниях, на которых мы велики, это разговоры о том, как учились, хорошо или плохо, это мой постоянный оппонент. Он всегда спокойно выслушивал все, что делесно говорил, а потом велолог и его учил. Кто на меня злился, то это Женя Каврилович. Я пришел в победитель. С удовольствием вручает аттестат. Вы тоже вручает аттестат серьезному молодому человеку, немногословному, но достаточно хорошо учившемуся 8, 9, 9, 9. Серьезному молодому человеку с лучшим результатом в одиннадцатом классе, Журавскому Геннадию. Вот еще один молодой человек, который у нас 6 класса. Мы вели вместе работу, и слава Богу, она окончилась успешно. Андрей. С удовольствием. С удовольствием я включаю аттестат Эдгару Кушнегеновичу. Аплодисменты. Ну и нашим глубокоуважаемым Жениным Анатолием. Я хочу сказать, что мы действительно довольны результатами своей работы. И я хочу сказать, во-первых, спасибо вам, мои дорогие коллеги-учителям. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать спасибо вам, наши юноши, за то, что вы по-взрослому серьезно отучились этот учебный год. Спасибо за понимание того, насколько это важно для вас учеба. Спасибо за ваше с нами сотрудничество. Хочу вам сказать, и не раз говорю, что у нас было много оснований для того, чтобы радоваться за вас, мальчики, и гордиться вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Его официальное название – руководитель образовательного проекта в Республике Беларусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня это не постер от черепной выпускной вечер. Сегодня это выпускной вечер. Класс, который можно сказать, что четыре из них, они являются партнеры с созданием школы. И я хочу их называть как мишки, которые проверяют какие-то эксперименты на них. Это будет очень приятно сказать, но наоборот. И я хочу сказать, что эти дети, которые нас и они, из первых, из школы, и даже если ни кто-то не их взяли академический отпуск посередине, потому что сцены эти учебы в принципе эти тяжелые для каждого из нас. Но после их академический отпуск в Израиле они вернулись к нам, и они здесь все начинаются с нами сегодня вечером. В течение всех этих годов сцены немаленький срок. Это немаленький срок для партнёров наших, наших великих дел, если это администрации школ и другие преподаватели рабочей школы. Но это время, когда мы учились много, мы хотели, может быть, сделать больше, но не всегда при желании всего возможного, и не всегда мы могли сделать то, что мы хотели сделать. Но мы можем сказать, что мы, честно, питались от детей, самые лучшие образования, что они могли получить. И когда я видел сам факт, что дети получили сегодня аттестаты, дети, которые были в армии, если все были, если они находились в школе, продолжали учиться в 11 классе, но они все равно все получили аттестаты, и каждый, который хочет, чтобы мы их помогли после школы, мы будем помогать после школы, потому что у нас это не то, что мы хотели, чтобы мы оставили, и дальше шли, но наоборот, пока ребенок женится, а наши ребята особо никуда не спешат, мы обязаны подъехать, мы обязаны подъезжать, аж до конца. Сегодня это тоже выпускной и девати-классники, но, как я говорил, всегда девати-классники, это у нас еще есть два года, попробовать их помочь, чтобы, когда они будут сидеть за выпускной стол, мы сможем их давать в будущее, которое надо их давать. Я не знаю, почему, но в последний вечер всегда попадают на такой день, люди, которые приезжают в далеку, и поэтому я всегда поздаю в последний вечер, люди мне не надо куда-то, что-то не ехать в далеку, и теперь я похожу вовремен, и убегаю посередине. Но я хочу вам сказать, для меня лично это достаточно, чтобы зайти в этот зал, увидеть ваши лица ми, увидеть лица учитела, которые стихают ми, потому что вы уже уезжаете, но наоборот, как они будут о вас, наверное, очень скучать. И даже если у нас были разговоры в течение последних годов, какие-то замечания на лево, какие-то замечания на право, но это было все число любви, мы вас любили, и мы хотели вас поставить на правом пути, и когда мы видим нас воню, все, которые здесь находятся, находитесь, мы видим, что мы исполняли наше место. Я хочу использовать эту возможность поблагодарить все администрации школы, которые и воспитатели, и главные воспитатели, которые сидят у меня на право, зауч, школа, образовательные вопросы. Я тоже хочу поблагодарить кухню, которая сидит там на кухне, которые, без них, у нас наши работы здесь не могли получиться, по ни с колькой причин, в первую очередь, без еды, нет учебы. И даже если у нас были какие-то замечания, то только то же, мы хотели улучшить наше состояние. И я хочу поблагодарить все детей, ребята. Мудрецинас говорит следующее. Мы учили много из наших учителей. Большое, чем то, что мы учили от наших учителей, мы учили от наших ровесников. Но Толмуд продолжает и говорит, самое большое знание, что учитель набирает в себя, это как раз из его учеников. И поэтому, ребята, мы хотим вас поблагодарить за это знание, что мы могли иметь, именно когда мы занимались с вами. Я хочу пожелать каждому, кто здесь находится, что в имени очень многих расцветающих удач в будущем. И дай бог, это только до начала, из нашего совместного пути, что именно нашей школы является фундамент, нашего сотрудничества и деталей в будущем. И мы надеемся, что на некой школе, которая вас учила, что означает безвозные детей, даже какие-то явные, вам это будет помочь в жизни. И что мы, родители и школа, всегда могли гордиться с вашими великими успехами. А сейчас, разрешите, я предоставлю микрофоны и с удовольствием предоставим слово тем, собственно, ради кого мы тут все собрались. Слово 11 класса. Я скажу, от всего 11 класса, если что, они добавят. Мы сейчас хотим поблагодарить нашего отца Рабина Шефина. Сказать ему большое спасибо за ту помощь, которую он нам давал в течение всех этих лет. За ту доброту, за то, что он нас грел, как своих детей. Спасибо большое. И мы, надеюсь, хотим от всего 11 класса подарить ему подарок. Я надеюсь, когда он будет этим пользоваться, он нас не забудет. Спасибо. Здравствуйте, дорогие вучителя и родители, и все, кто приехал. Хочу поздравить вас с нашим выпуском. Я зачитаю стихотворение о форшколе. О, школа колыбель моя, Любил ли кто тебя, как я? Твои стоптанные клумбы Средь переменной суеты, Деревья в сломанные сучья, Твои засовавшие цветы, Твои стоптанные и списанные парты, Твою поломанную дверь, Твои изорванные карты. Как будем мы без них теперь? Как я любил читать заметки, Начертанные на углах, Бросать бумажки и записки Или оставлять их здесь, в столах. Ах, семечки, Кошмарские школы. Их раздавал своим друзьям, И телефоны, без которых Рожить урок никак нельзя. О, школа наша, Не всегда я свою тетрадку находил, Не высыпавшись, И хоть без ручки, За знания все же приходил. Пусть в голове не все осталось, Чего же там пропал след? Зато вы вспомните всегда о нас, И через много-много лет. Спасибо. Голосу чувствительными, И про записи с пластинками, И про пески с тычинками, Про античности, Игипет, Ромб и параллели Пипет, Про варягов и про Сирию, Про Сирию за перемирение. Что напомню, Что я имею, Вроде ночь в фронте, Кто-то бил там в генотах, Но в данный момент выдело что-то. Предметы там быстр, Не быстры, Сильно в немца, Расписли, Там же Рандо с Леонардо, Там гепарда с Леопардом, И рогатые с безрогами, И ногатые с безмоги. АПЛОДИСМЕНТЫ Если верное утверждение, Что тело погружено в жидкость, И вытесняет объем жидкости, Раны своему объему, То те знания, Которые вы, честно, Пытались у нас вложить за эти годы, Должны выплеснуть все остальное. АПЛОДИСМЕНТЫ А я знаю закон Архимеда, Не только по-русски, Но и по-украински. Кожное тело, Вперту воду, Массу не тирает сроду. Воно прейт из-под туды, Силой выпрытой воды. Для тех, кто не часто ходит на дискультуру. Не секрет, Бытует мнение. И мы с ним вполне согласны. Не ходить нам чемпиона, Сколько бы и не тратить сил. Но если ходишь без поддержки, И если сам встаешь с кровати, А потом по школе ходишь, Тройку честно заслужим. АПЛОДИСМЕНТЫ Про нас. Мы работы не боимся, От работы не бежим. Есть работа, Спать ложимся, Нет работы, Дальше спать. АПЛОДИСМЕНТЫ Громцы, Витые, Жанры темы, Реферанты, Теоремы. Все когда-то научили, На три четверти забыли, Пусть чуть-чуть Постёрли знания, Не лицо образовали. АПЛОДИСМЕНТЫ Какие-то странные знания, Зачем-то нам надо учить. Просто не критик, Эмперкия по венам, Где-то дурация, Спать хочется безмерно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Междозная пыль покрывает Склада на завесные сказы, И все компонентные векторы Окислить в грибной плотне. А где-то течёт река, Солнышко ярко светит, В поле отжиушит чувак, Живи хорошо на свете. 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 Да, видно жребий ваш каков, но не забудете, наверное, вы самых классных пацанов. Вот это, я думаю, вам не помешает в вашей жизни. Дорогие мои мальчики, именно мои, потому что вы мой первый выпуск в этой школе и точно последний. Сегодня у нас такой радостный день, вы кончаете школу, получаете аттестаты и в то же время просто, потому что мы с вами расстаемся, в эту школу вы больше не вернетесь. Дорогие, уважаемые родители и все присутствующие коллеги мои, присутствующие на этом вечере. Сегодня было много сказано о очень хороших долгах слова ребятах, ярко соединяюсь, поздравляю ребятам вас с окончанием школы, с получением аттестатов о среднем образовании. Закончились самые вот такие беззаботные, веселые ваши школьные годы, которые вы будете помнить очень долго. И сегодня вы стоите вот на пороге перед выбором, какова будет ваша дальше судьба. Я желаю, чтобы ваш выбор был таким, чтобы вы выбрали правильный, единственный для вас правильный путь, единственную правильную дорогу. Не забывали, конечно, нашу школу. Чтобы вы помнили, что где-то на Полесье есть небольшой городок Пинск, потому что вы представляете всю нашу Беларусь. И что есть такая школа, где есть огород. Идите к задуманной цели. Не пасуйте ни перед чем. Не останавливайтесь, добивайтесь от того, чего вы хотите. Ну, я хотела бы о каждом, чуть-чуть, буквально пару слов о каждом пожелать. И буду прямо идти по списочку, как вы написаны были у меня в журнале. Дима Василевский. Теперь. Не надо вставать, девочка, сидите. Ну и, пожалуйста, таким же общительным, коммуникальным, таким веселым, понимающимся учеником. То есть, вернее, человеком. Чуть-чуть поменьше лени. Я даже не представляю, как теперь будут состояться в школе наши вечера без главного нашего артиста. Да, солиста. Не один вечер, не только в этом вечере, а в этом вечере. Допустим, что вы видите, как специально. Допустим, что выписывал специально, я могу подсказывать. Так. Все, счастливо. Дима, все, что ты задумал, дай Боже, что взвыносит. Спасибо. Объявление, как и венец. Вот Игорь Абрамович говорил. Мы же в 10 класс, тут Игорь Абрамович просто-напросто привел. Он все боялся, что он, я не потянул. Но, однако, слава Богу, потянул, закончил, получил аттестат. Он будет основательный парень, хороший, хозяйственный. Без него будет очень хороший, добрый и семьевит, и отец, и вообще человек. Это парень у нас самостоятельный, начиная с 6 класса. Это три человека. Саша, Рома и Андрей, это те, которых я брала в 6 классе. Вот они дошли до 11 в этом классе. Он, начиная с 6 класса, его никогда мама не возила туда-сюда, на каникулы с каникулом. Он сам всегда добирался из Гродно, да, очень ответственный. Ну, и аттестат показал, что он все может, и дай Боже тебе всего хорошего, Саша. Посмотрите, какой он возмущавший за эти годы, настоящий уже мужчина. Андруша, тебе всего-всего хорошего. Немножечко меньше подленивайся, и больше старайтесь, стремись, получи задуманное то, что ты хочешь. Журавский вена. Это была гордость нашего класса. Самый высокий балл аттестата, это 8 ген. Очень умный, интеллигентный, воспитанный человек. Первые дни, когда он к нам пришел, так он все молчал как-то. Я даже Диму встретила с тобой, я говорю, Дима, ты мне скажи. Он вообще разговаривает это в память, ну, да, может какой-то такой, знаете, бука сам себе. А Дима мне говорит, а если он не волнуйся, все в порядке. И действительно все в порядке. Так, вот они с Димой сдружились очень хорошо, и всего тебе хорошего. Все, что ты получил, все свое развивай и дальше. Так, Эдику тоже. Это второй по успеваемости учениц класса. Вот только на один балл стал геной, у него 7 баллов общая аттеста. Теперь всего хорошего. Эдик, добейся всего, чего ты задумал и наветил. Это наш самый-самый первый ученикок. Так, Рома очень добрый, разговорчивый, активный такой парень. Любит очень общаться. Так, и тоже Рома не бросает учебу, учись дальше. Всего тебе хорошего. Это такой застенчивый, молчун такой, но очень воспитанный. Я никогда не слышала, чтобы он даже говорил на повышенном тоне. Он так тихонечко, все спокойно, и эти чуточку-чуточку больше напора. Это тебе поможет в жизни. И всего тебе хорошего добивайся, то есть Тоня, и добивайся всего хорошего. Все, счастливое. У нас были шестове звезды. Это уже сформировавшаяся личность, парень уже 21 год. Он уже работает, осенью он собирается парню, но надеемся, что он отслужит и будет достойным человеком. Я, ребята, желаю вам, что где бы вы ездили, кем бы вы не стали, будьте, пожалуйста, добрыми любыми. Не забывайте нашу школу. Вы вот все. Вот Андрей, пожалуйста, ребята. Ребята очень разные, как вы видите. Но у нас никогда в классе не было таких конфликтов, что вот кого-то там ненавидит, кто-то является Зоя. Ребята всегда понимали один другого. Ну так, но без этого там один другого как-то что-то скажут. Поэтому я желаю, чтобы вы эту дружбу сохранили на всю оставшуюся жизнь, чтобы вы этим другом поддерживали всегда. Ну и периодически посещали все наши дружбы. Всего хорошего. Я хочу поздравить и сказать спасибо Владимиру Михайловичу Добрынскому за то, как он нас терпел в школе, как прощал за все, что мы делали хорошее там и терпли плохое. Короче, большое ему спасибо. И в подарок мы хотим ему подарить. Кружку большую. Чтобы все было. И всем сказать огромное спасибо на Рисе Константинде за то, что она все время помогала устраивать праздники, концерты и помогала нам в учебе. Спасибо. И дирекции нашей школы за то, что держали здесь нас. Я знаю, почему у Андрюши получилась не такая пламенная вещь, как он хотел. Это потому, что пустой желудок у него. Ребят, давайте на села селаим и приступаем к еде. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Написано, последний из пророков, который был в Израиле, говорит, его последняя строчка, это придет такое время, и я верну сердца отцов к их детям. И объясняют нам комментаторы, что придет такое время, будет время в мире, когда отцы, когда старшее поколение забудет, отойдет от еврейских традиций, отойдет, забудет. И кто будет их возвращать, кто будет им напоминать, это их дети. И я думаю, что на самом деле то, что это пророчество исполнилось, и не просто оно исполняется на наших глазах. То, что есть у нас в школе, это на самом деле чудо. Еврейский народ часто сравнивает с Луной. И календарь еврейский, как вы знаете, сегодня как раз у Шходыш, новый месяц, он связан с Луной. И одно из объяснений тому, что Луна, в отличие от Солнца, она постоянно меняется. Вот-вот-вот она исчезнет, и вдруг она появляется вновь. И так же еврейский народ, вот-вот-вот он исчезает, как будто бы все наши враги и все наши недруги готовы уже справлять. Тризма по нам, и вдруг он вновь появляется вновь. И действительно на том месте, где ничего не было, на том месте, где была, можно сказать, такая вот духовная пустыня, хотя когда-то Пинск, это был, здесь были ешивы, здесь были школы, здесь было очень много всего. И вдруг снова, через 60, через 70 лет, вновь здесь начинает возрождаться еврейская жизнь, начинает возрождаться еврейство. И на самом деле это чудо, которым мы все свидетели, так же, как чудо было возникновение государства Израиля. И я хочу всем нашим ребятам пожелать, что где бы они ни были, и, конечно, желательно всегда, когда меня спрашивают, вот я всегда говорю, что желательно, чтобы все мы встретились в Иерусалиме, и туда обращены глаза каждого еврея. И уже, как говорится, пользуясь случаем, пожелаем всем мира этой земле, дай Бог, и вам всем, это самое большое благословение, мир. И я хочу, чтобы, где бы вы ни были, и какая бы степень, та или иная, может быть, отношения к еврейским традициям у вас не было, чтобы всегда вы знали, всегда вы оставались в этой еврейской семье, и всегда вы возвращались, потому что эта школа тоже семья. И ученики, которые уезжают в Германию, в Америку, в Израиль, мы свидетели, что возвращаются и возвращаются сюда, возвращаются проводить с нами праздник, потому что это на самом деле семья, на самом деле здесь очень хорошо. И я хочу вам сказать, что действительно, как говорится, это праздник со слезами на глазах, потому что, как, думаю, как с вами расставаться, да, и вроде там и нервы портили, и то, и другое, но на самом деле очень привыкли друг к другу, и очень, очень свыклись, потому что жизнь наша, она не только ограничивается уроками, уроки закончила, потому что мы все вместе живем 24 часа вместе. Так что еще раз поздравляю вас всех и желаю вам очень-очень хорошей, светлой и правильной дороги, чтобы вы всегда оставались вместе с нашей еврейской семьей. И можно я, на секундочку, возьму Владимира Михайловича роль ведущего вечера? Я хочу предоставить слово поздравление тоже одному из тех, кто тоже участвует в нашей еврейской жизни. От всей Ишивы я хочу, чтобы поздравил Йоси. Скажет несколько слов, я постараюсь его перевести. После того, как я в Пинске уже почти год, я очень хорошо знал наш одиннадцатый класс. В 11-й классе мы смогли получить связь, мы смогли узнать, чтобы поздравить вас вместе с вами. Мы имели связь постоянно, мы росли вместе, мы очень хорошо друг друга узнали. И мы видели прямо на наших глазах, как вы росли, как вы росли, наверное, в академических предметах, то, что вы учили в школе, так и то, что вы росли, то, что называется, ядышка, в еврейской культуре. И я хочу вам пожелать, чтобы дальше вы могли расти в обоих этих направлениях. Спасибо. Ну и наконец-то мы перешагиваем экватор. И Семен Борисович Леев под песней про маму. Песня «Семен Борисович Леев» Песня «Семен Борисович Леев» Песня «Семен Борисович Леев» Жизнь подарила, мир подарила, мне и тебе. Таково, если случится труд, в доме ваших, в Боге, и так. Мама, всегда лучший, надежный труд, будет с вами рядом всегда. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила, мне и тебе. Мама, землю ела, жизнь подарила, мне и тебе. Так, говорит, станешь, как взрослеет ты, и как птица у пыльского летишь. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила, мне и тебе. Спасибо. Спасибо, Петровна Руслан. Ребята, слава, всем жарко. Ну и, конечно, после песни про маму, конечно же, мы предоставим слово нашим мамам, я извиняюсь, и папам. И слово хочу предоставить Николаю Ивановичу. Да, это было 7 лет назад. Мы сложили, что мой ребенок, можно сказать, отдали сюда в школу, переживали. Мы были славы учеником. За это мы, за 7 лет, он побывал уже, не знаю, отъездил, можно сказать, полгимонок. Владимирался в школе. Я хочу вынести огромное спасибо. Ноковостную школу, если можете не. Воспитателям, выпадавателям, всему персоналу, и кухонному, и медработникам. Большое спасибо. Погнал вам здоровья и счастья в личной жизни. Спасибо. И хочу предоставить слово маме Толика и Више Шенину. Шенины вместе с собой. Я даже не знаю, я не готовилась, ни каких учеников, ни... Экспроктов. Да, экспроктов немножко. Если бы готовилось лучше, то как я с бумажкой. Все, что, в общем-то, сейчас, в данный момент, настроение и лучше. Я очень рада, что мой сын учился в этой школе. И благодарна всем преподавателям и воспитателям, что они помогли ему в учебе, в становлении его жизненных политикой. Помогли остаться тем, чем он, в общем-то, наделен природой. Потому что я была не очень уверена, смогла бы исправиться с его воспитанием, если бы он находился в Витебске. А у нас были проблемы. И, в общем-то, благодаря этому сейчас я спокойно за своего сына хочу выразить огромную благодарность Добрянскому Владимиру Михайловичу. Потому что он по-отечески относился к моему ребенку, как к папе. Потому что папа был очень далеко. Мама только телефонная, чаще всего. Зато какая телефонная! Огромное спасибо всем преподавателям, и в особенности классного руководителя Берлина, которая по первому зову, по первому моему звонку бежала, бегом за своей тетрадочкой. Да, тетрадочкой. И полный мне отчет давала. Просто я была вообще в восторге всего этого. От такого прекрасного отношения к нашим детям. Ну и, конечно, то, что дала школа ребенку, я бы ни материально, ни лично не смогла бы дать. Конечно, столько, сколько Торик узнал, учаясь в системе подосколы. Поэтому желаю всем преподавателям, воспитателям, всем, кто принимал участие в воспитании, мы были к рекламе, наших детей, от меня, я думаю, всех родителей, я бы, в свое мнение. Огромного здоровья, благополучия семейного, счастья, энтузиазма, новых творческих планов, идей, мудрости и терпения от работы с детьми. Всего доброго и всего самого-самого доброго. Хочу предоставить слово ваме Максима Долгатеница, Рыса Исакова. Ребята, я хочу поздравить вас с таким праздником, с выпускным. Пожелаю вам всем здоровья, счастья. И вы людьми, это в первую очередь. И хочу пожелать учителям, которые вас выучили, вырастили, воспитатели. Позвонишь к воспитателю, спросишь, как там мальчик, они говорят, хорошо. И мне было как-то прикольно в сердце. Я хочу еще поздравить Ириту Николаевну, сегодня день от работников. И я очень хочу ее поздравить с этим праздником. Пожелать вам здоровья, счастья. И она вам тоже очень много помогла. Она осмотрела, лечила. И я всем пожелаю вам здоровья. Спасибо. Это я, Ревна Журавская, пожалуйста. Дорит очень хорошо сказал о семье. Вот сейчас мы все здесь с вами, дорогие друзья, собрались с одной большой семьей. Столько, сколько учились в этой школе наши дети. Мы жили со школой общей семьей. У нас были одни переживания, одни проблемы и заботы. И вместе со всем коллективом школы мы радовались успехом наших детей. И так, как в любой семье, когда уходит ребенок в жизнь, семья никогда его не забывает. так и в этой школе я знаю, я уверена, я это знаю, приезжают сюда ребята. Так и в этой школе никогда не забывают своих выпускников. И так как дети, уходя из семьи, никогда ее тоже не могут забыть и возвращаются в свою семью, я уверена, что наши выпускники тоже будут возвращаться в свою родную школу, будут ее всегда помнить, вспоминать добро. Ребята, я знаю, что у вас, конечно, в школе были и трудности, и вам приходилось, не все вам нравилось в этой школе, со временем вы только привыкли. Но поверьте мне, пройдет совсем-совсем немного времени, и все, что было у вас здесь, какие-то неприятности, проблемы, заботы, оно все идет далеко-далеко, и останутся только самые добрые, самые лучшие воспоминания о коллективе школы, о ваших учителях, воспитателях, о всех, кто вам помогал здесь, кто вас учил и о вас заботился. В школе я желаю процветания. Дай вам Бог выпустить еще не одно поколение ребят и наставить их на верный путь. Дай вам Бог, ребята, помогай вам Всевышний, чтобы вы все нашли свою дорогу в жизни. И пусть эта дорога будет доброй. Здоровья вам, счастья вам. Вы знаете, у нас в школе есть человек, который с первого дня основания школы хотел вам спеть. и все время он получал какое-то засилье со стороны в общем не выпускали его в микрослопах. А сейчас поддержите первый раз на эскраге он будет выступать. Дорогие друзья, я скажу вам все право. Вчера поздно вечером, можно сказать, даже ночью, звонок гонит вон. Что такое было? Я готов. Я подумал, что он, я думал, и я с простой, не понял. Я говорю, что такое, я готов петь. Он созрел. Да, он созрел. Я говорю, что? Он мне сказал, это моя любимая песня, я буду ее обязательно петь. Вы хотите ее, чтобы я ее или нет? Ну, конечно, согласились, сколько ты у нас. Дорогие друзья, это его коньера, он волнуется. Вмечайте. По французской стороне на чухой поэте предстоит учиться мне в университете. Дочим, что стою я здесь, когда словами прошло, что жмите и друзья, вон, и веками и врачами и врачами врачами. Вы, врунки, врачи, и врачи, врачи, и врачи, и врачи. Я стою, держу, и врачи, и врачи, и врачи, и врачи, и врачами. Я стою, 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 я стою. Тихо плещится вода, голубая эль, спали войти и тогда, нашим и студентам, друг один, много лет, эх, прошли вместе, как раз из детей объем, медности и чести, как выгнил же. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 К MYC ВАласти В ТЕЧЕНИЕ ВЕЧЕРА ВАЛЬ АВ texted Имеет АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИГРАВО brass АПЛОДИСМЕНТЫ И label ПО trial АПЛОДИСМЕНТЫ АПлОДИСМЕНТЫ Я только хочу сейчас в качестве музыкального подарка вам и всем остальным нашим педагогам, гостям, родителям Исполнить одну песню И эту песню вы все хорошо знаете И я не случайно ее выбрал сейчас на этот вечер В общем-то для того, чтобы вы всегда помнили о том, где вы родились Чтобы везде, куда бы вас не забросила жизнь А вот Долит сказал, мы говорили об этом, что мы евреи всегда как бы все-таки смотрим Смотрим в сторону Иерусалима, смотрим в сторону Святой Земли Возможно, многие из вас связаны свою судьбу с нашей Святой Землей, с Иерусалимом Возможно, кто-то окажется где-то в другом месте Но я хотел бы сказать вам о том, что где бы вы ни были, чтобы вы не забывали вот эту землю, на которой мы сейчас стоим На которой большинство из вас родились На которой большинство из вас На которой для большинства из вас прошли лучшие годы вашей жизни Молодость, юность, детство, юность Это, в общем-то, замечательная земля Удивительно красивая земля С прекрасными людьми И на этой земле появилась наша школа, в которой вы учились, в которой должен учиться и жить еще, я надеюсь, многие поколения наших еврейских ребят И я хочу, чтобы вы всегда, где бы вы ни были, когда вы услышите слово «Белоруссия», чтобы у вас в душе что-то появилось, какое-то теплое чувство Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Огонь на заря, Молодость моя, Беларусь и я. Наша память идет По лесной партизанской тропе. Не смогли зарастить Эти тропы на родной селе. Больте, гады, 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 Гады. Не смейте, гады, 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 Гады. Песни партиза, солнце на дно, Песни партиза, огонь от доля, Песни партиза, солнце на дно, Песни партиза, огонь от доля, Погребет остывающий гроб, Мелый парень сплетит, Все летит по тропными полями, Земля слоя больших любви, Песни партиза, солнце на дно, Песни партиза, Песни партиза, солнце на дно, Песни партиза, Песни партиза, солнце на дно, Песни партиза, Ищи партизан, все святого мая, Ищи партизан, она не зная, Ищи партизан, молодостная, Лево-Русский дед. Ищи партизан, молодостная, Лево-Русский дед. Песня «Скале» В основном, конечно, для одиннадцатого класса, но, в принципе, для всех ребят. Как легко решить, что ты слаб, чтобы мир изменить, опустить над крепостью флаг и ворота открыть. Пусть толпа войдет в город твой, пусть цветы обработают. И тебя в самотоке людской там никто не найдет. Как легко знать, что ты в стране, что мешаешь, не ты. Пусть другие побеждают в войне и сжигают нафты. Полпути позади, и немного осталось. И себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит ничего. И как трудно стерпеть, изберечь все цветы и сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты свой единственный флаг. Ребята, я хочу вам напомнить, что только вы сами хозяева своей судьбы, своей жизни. У вас будет очень много разных обстоятельств, сложных, трудных. Но только вы сами решаете, принять их в свою жизнь или противостоять им. Поэтому смелости вам побольше. Тот, кто хочет, тот всего добился. Удачи. Дорогие друзья, вот уже третий год, третий год в нашей школе появилась такая традиция вручение некого документа нашим выпускникам, который мы назвали, он так и называется здесь, сертификат качества. Вы же знаете, что сейчас никакую продукцию на рынок невозможно выпустить, невозможно продать, если она не будет снабжена сертификатом качества. Мы сегодня тоже выпускаем нашу продукцию в мир, вот, и, соответственно, чтобы потом к нам не было никаких упреков, мы тоже выдаем им сертификаты качества. Вот, я вам его зачитаю, да, они все одинаковые, они будут вручены каждому выпускнику. Я хочу вам их зачитать, чтобы вы знали, о каком качестве идет речь. Итак, сертификат качества номер 00000016 выдал выпускнику школы «Бейс-Огород» Дубинчуку Андрею. Все это хорошо слышно? В результате серии исследований, проведенных в период с 2000 по 2007 год, было установлено наличие органической жизни в виде, так называемого, 11 класса. Семь экспериментов, проведенных воспитателями и учителями школы, показала высокую жизнеспособность и приспособляемость, и принципиальную способность к выживанию упомянутого сообщества организмов. Положительные рефлексы и реакции на внешние раздражители позволяют утверждать, что данный вид приборит к существованию во внешней среде и может быть отпущен на свободу в течение ближайших суток администрации школы «Бейс-Огород». Такое же сертификат качества я буду уже сейчас позывать. Быстро вручается Журавскому Геннадию, Дорожкину Алиса. Гаврилов Цуевгеневу, Машкотевичу Эльгару, Василевскому Дмитрию, Спечонку Ромаю, и Шеймину Толя. Все, спасибо, дорогие друзья. Я надеюсь, что в нашем сертификатах качества у вас на любом рынке социалистическом, капиталистическом проблем никаких не будет. Даже в правоводительстве в стройе я прошу дайте сюда одиннадцатиклассников. Клятва одиннадцатиклассников. Я, выпускник школы «Бейс-Огород», торжественно обещаю продолжать образование, быть честным и справедливым, не запятнать звание выпускника 2007 года. Если же я нарушу это торжественное обещание, то пусть порвутся мои любимые джинсы, сядут батарейки в моем CD-плеере, запутаются шнурки в моих кроссовках, отвалятся колеса у моих роликов, прольется Кока-Кола на мой любимый костюм, внезапно закончится мой любимый телесериал и мне никогда не повезет в лотереях. Мы не будем давать обещанных рискучек, громких слов говорить, хлядвы высоких давать, просто жить на земле постараемся лучше, чтобы свободное действие никогда не терять. Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дмитра обещала заведения Казахстан! ...И говорили, что Димина бабушка все знает! Если, когда куда поездка или что хотели позвонить Диминой бабушке Она все сняет! Но в становительные классы мы уже эту опеку немножко спустили на татамог они поняли, что пусть у обыдования ничего не добьемся в улучшении Лучшие все! Он иbl scientists Маленькие еще тащи к мне, что все на что-то повлияет. Ну, все равно мы в многодатной школе, она для нас очень одна, она очень близкая. И за все спасибо. Спасибо. И ждем вас еще в школе с новыми вдугами. И уже сегодня день работников медика. Слово Евгении Николаевне. Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием вашего учебного года. Желаю вам крепкого здоровья, еще раз здоровья. Не только вам, но и вашим родителям, и всему коллективу школы Бейс-Огарон. Но не обижайтесь, если что-нибудь медсестра на вас не покричала. Это все для того, чтобы очень заботилась о вашем здоровье, о вашем благополучии. Не забывайте о вашей школе. Крепкого еще раз вам здоровья. И чтобы ваши навыки, дай бог, нам не пригодились. И я прошу 5-й, 11-й класс. И я прошу 5-й, 12-й класс. Что он нам несёт, пропасть или звёзд, Ому перебрось, и не разберёшь, Пока не повернёшь. Вот новый комарой, и морой рёд, Что он нам несёт, пропасть или звёзд, Ому перебрось, и не разберёшь, Пока не повернёшь. И у нас нет причины, если вы ещё мужчины, И вы такое, в чём сильны, Выезжайте с поворотов, И не рвайтесь поворотов, Пусть добрый будет, пусть. И вот новый поворот, И морой рёд, и что он нам несёт, Пропасть или звёзд, Ому перебрось, и не разберёшь, Пока не повернёшь.